Уважаемые львы и львицы, всем доброго времени суток! Вы на канале ОКО ТОРО и с вами Ольга. Сегодня я предлагаю вашему вниманию ТОРО прогноз на неделю с 13 по 19 мая, включительно. Что вас ждет в этом периоде? Информация общего характера, поэтому расклад подойдет как женщинам, так и мужчинам. Я вас всех приглашаю к своему столу. Что мы сегодня будем просматривать? Общие характеристики всей этой недели. Все, что касается дома, семьи, взаимоотношений, работы и финансов, доходов и расходов. Рассмотрим внешний мир, информацию, которая в скрытых факторах. Подведем итоги всего этого периода. Также в раскладе будет карта дополнительного совета или форс-мажора. И сейчас традиционно вы можете загадать картам всего лишь один вопрос. Желание, та карта, которую я достану последней, ответит на загаданный вами вопрос. Думайте о своем желании. Кому нужно больше времени, нажимайте на паузу. Уважаемые львы и львицы, все карты вашего расклада перед вами, и я начинаю его прочтение. Сразу обращаю ваше внимание на то, что в нижней линейке вашего расклада, в основе всей пирамиды, я вижу две сложные угловые карты. Это пятерка мечей и это семерка мечей. Две карты мечей, которые говорят о том, что у вас есть или враги, или люди с вами конкурирующие, но тут исходит огромный негатив, огромная, может быть, и зависть, и злоба. Желание может быть вам чье-то навредить, это может быть желание и мести, это могут быть также и ваши собственные мысли по поводу того, чтобы с какой-то сложной старой проблемой разобраться. И расклад начинается со спорной карты, это рыцарь мечей. Карта конфликтная, карта тоже противоречивая. Она может говорить о том, что в начало этого периода вы входите немножечко на нервах, карта показывает ваше собственное напряжение. Она может действительно говорить о том, что неделя начинается с каких-то спорных ситуаций, которые нужно решить. Так как мы здесь видим рыцаря, претензия исходит в отношении вас конкретно от мужчины или мужчина в отношении чего-то проявляет недовольство. Если говорить о мужчинах-львах, возможно, это вы собственной персоной, как человек, стремящийся в каком-то вопросе для вас важном расставить точки над «и», но действуете вы жестко, скажем так, не щадя своих врагов. Мы видим не просто рыцаря, мы видим рыцаря, у которого мечи скрещены. То есть это говорит о том, что какая-то война уже развязана, какие-то боевые действия рядом с вами активны, и, может быть, вы сами являетесь участником этих действий. Если говорить о вашем общем запасе энергии, запас энергии достаточно слабый по этой карте, потому что ваша энергия постоянно расходуется на вот эти самые проблемы и нервы. Карта активна, она может показывать дороги, встречи, переговоры, но все это в большом напряжении. Поэтому даже если что-то запланировано важного на понедельник, могут быть и помехи, и противоречия, может что-то срываться, может что-то не получаться. Но если вы для себя поставили целью в каком-то сложном вопросе все-таки расставить точки над «и», значит пришло время действовать, значит так и нужно поступать. Если вас волнуют любого рода официальные вопросы с бумагами, с официальными вопросами тоже могут быть сложности или проблемы с официальными людьми, потому что карта может показывать человека как посыльного, исполняющего обязанности, наделенного определенной должностью. Чиновник среднего звена, примерно так. Немного вам может мешать ваша порывистость и то, что вы какие-то решения принимаете очень спонтанно, фактически необдуманно. Главное, чтобы ваши действия не вредили, собственно, вам. На входящие события выпала двойка жезлов, которая говорит о том, что вас очень волнует тема финансов, доходов, работы, дополнительных возможностей, потому что на сегодняшний день того, что есть, вам недостаточно. И, возможно, у кого-то это конфликты по старым проектам, может быть, из-за финансов, но это может касаться и чего-то другого. Все-таки эта карта предполагает для вас выбор вариантов и возможностей, и они у вас будут. Может быть, вы будете обдумывать для себя, с кем вам более было бы комфортно посотрудничать. Также эта карта может показывать дополнительные инвесторские деньги, которые, может быть, вам нужны для каких-то ваших начинаний или решения, может быть, даже каких-то старых проблем. У вас на что-то не хватает финансов. Но на этот период в дом финансов выпала тройка чаш, которая предполагает финансовые вливания, поступления. Те, кто при работе. В работе есть развитие, есть предложения, есть переговоры. В малый крест вашей судьбы выпало две королевы. Поэтому, если меня смотрят женщины, центральная карта показывает королеву мечей, и она может показывать вас собственной персоной, как женщину очень конкретную, требовательную и к себе, и к другим людям. Эта карта тоже может говорить о том, что именно в этом периоде вам придется принимать какие-то быстрые или срочные решения. Это могут быть какие-то авральные ситуации в работе или спорные ситуации. Вам постоянно приходится думать. Вообще, работа с информацией и с людьми может по королеве мечей говорить о том, что вы за что-то ответственны, за какие-то процессы. Вы с кого-то пытаетесь что-то спросить, или эта карта говорит о том, что вы выдвигаете какие-то свои требования. Есть еще одна женщина, с которой вы что-то будете обсуждать, но от этой женщины идет поддержка. То есть здесь я вижу, как две женщины заинтересованы друг в друге. Это может быть даже ваша хорошая знакомая, подруга, но это может быть и любая женщина, обладающая нужными знаниями, которая вам могла бы дать в чем-то дополнительный совет. На внешний мир выпала карта короля Чаш, которая может показывать еще одного человека. Это мужчина. Это тоже может быть для вас близкий друг. Это может быть родной человек. Это может быть хороший знакомый, который чем-то попытается помочь. Возможно, человек со связями или с финансами. Как раз благодаря этому мужчине вы что-то можете стабилизировать. Давайте возьмем дополнительные карты на профессиональную сферу всех тех, кто работает и тех, кто пока не работает. Для тех, кто при работе. Может быть, именно в этом периоде нужно что-то пересмотреть в имеющихся договоренностях, действительно какие-то вопросы поставить ребром, потому что в центре мы видим королеву мечей. Если говорить о мужчинах и львах, то в вашей профессиональной сфере что-то может зависеть от такой женщины. Но карта может говорить о том, что с вас очень строго спрашивают, к вам завышенные требования, и вы должны кому-то или чему-то соответствовать. У мужчин в работе тоже что-то может зависеть от женского лица. Возможно, это коллега, может быть сотрудница, может быть начальница, может быть компаньонка, но это может быть и любая женщина, наделенная определенной властью, с которой вы что-то по работе обсуждаете. Не обязательно, что вы напрямую с ней связаны работой. И есть еще одна дама, которая вас будет поддерживать. Поэтому, если говорить о мужчинах, от двух женщин идет помощь. Карта для тех, кто при работе. Это девятка чаш, карта радости, карта урожая, карта возможности. Поэтому заработать, что-то улучшить, наладить, привести в порядок у вас будет возможность. И так как эта карта показывает праздник, отдых, может быть кто-то после того, как вы решите какие-то основные задачи, захочет отдохнуть, немножечко взять больше выходных, больше расслабиться, и вы себе это сможете позволить. Может быть кто-то уже думает об отпусках, может быть в работе вы что-то отпразднуете, какую-то свою победу. Также карта для тех, кто пока не работает, но вы в активном поиске. Для вас выпала карта луны, карта неопределенности, смуты, сомнений, нестабильности. Большие внутренние переживания связаны не только с вами, но и с близкими людьми, и с чем-то личным. Как-то все это накладывается одно на другое, вам сейчас вообще сложно принимать какие-то решения. Но я вижу, что вы стараетесь думать и думать правильно, вы умеете мыслить абстрактно, вы умеете на что-то посмотреть со стороны, любую ситуацию правильно оценить. Но здесь все-таки я вижу, что вы не уверены сейчас в каких-то своих действиях, даже в своих желаниях. Эта карта показывает смены настроения, некоторую опустошенность, некоторую апатию. Может быть, на какие-то ваши решения влияет кто-то из семьи или из близких людей, но вы должны слушать свое сердце, свое сознание, потому что явно тут вами кто-то пытается манипулировать. Обратите внимание, мы видим здесь фигурку человека, над которой рука кукловода-манипулятора. И самое печальное, что это кто-то из тех людей, которых вы хорошо знаете, постоянно вами манипулирует. И, может быть, вам сейчас навязывают какие-то мысли, чтобы вы принимали те решения, которые удобны кому-то. Также мы видим карту пожать чаш, которая может показывать вас как человека творческого. Она может говорить о том, что у вас есть какая-то мечта, надежда, желание что-то развить, что-то начать. Но пока идея ваша сыровата, и нужно еще очень многое сделать для того, чтобы получилось то, что есть в ваших мыслях. То есть, да, идея хорошая, мысли правильные, но я больше пока вижу бездействие, нежели действие. Карта может предполагать то, что стоит чему-то подучиться, или, может быть, вы думаете о том, чтобы чему-то подучиться. Может быть, кто-то сейчас занят детьми или ребенком. Поэтому и показаны внутрисемейные проблемы, вопросы детей или ребенка вас могут волновать. И до тех пор, пока вы их не решите, вы не можете думать о работе. Для кого-то и так карта может проиграться. Для тех, кто на пенсии, или вы по другим причинам дома, для вас уплокарта мага. Даже будучи на пенсии, у вас может быть дополнительный источник дохода, и очень даже интересный. Для тех, у кого такой источник дохода есть, вы показаны, как люди, большие предприниматели, поэтому доход будет увеличиваться. Тут все в ваших руках. Возможно, вы с кем-то сотрудничаете, объединяете свои усилия, оно выгодно вам, выгодно кому-то. И вы тут пытаетесь что-то держать под своим контролем, тоже получается. Поэтому для вас тут фактически нет ничего невозможного. Не важно, сколько вам лет, вы очень активные люди. И я вижу, что вы вообще не выглядите на свои годы. Вам ваше лето явно не дашь. Будет информация, которая вас и порадует, потому что в Большом Кресте вашей судьбы выпала десятка чаш, карта короля чаш. И это может говорить о каком-то отдыхе, празднике, о том, что вы что-то будете отмечать. Может быть, это праздник в доме, может быть, вас кто-то куда-то пригласит. Может быть, вы сами такой отдых захотите организовать. И не нужно себя в этом ограничивать. Того, чтобы вы были в какой-то резкой денежной нужде, я по тройке чаш не вижу. Но те, у кого есть долговые или кредитные обязательства, тут все-таки есть сложности с выплатами в данном периоде. Тут нужно понимать, как действовать правильно. У вас должен быть четкий план последующих действий. понемногу или по чуть-чуть как-то свои долги все-таки вы могли бы закрывать. Я вижу, что вам в этом кто-то мог бы помочь. Ну, а теперь перейдем в вашу личную жизнь. Вначале те, кто в паре. Для тех, кто в паре, выпала десятка чаш и королева чаш. Две карты чаш. Две карты замечательных эмоций. Две карты радости. Две карты праздника. Душевности. Это говорит о том, что вы любимы, вас любят. В доме очень много теплых, положительных действительно эмоций, которые вас будут наполнять, потому что вы будете чувствовать поддержку близких людей, любовь близких людей. И это взаимно по этим картам. Хотя в доме тоже есть какие-то сложности, но вы в чем-то действуете, сообщат, и тут идет большая взаимоподдержка. Поэтому и радость есть. Для тех, кто в свободном поиске, для вас выпала пятерка мечей. И карта тройки монет. И карта старшего аркана колесницы. Пятерка мечей немножечко портит всю картину, потому что она говорит как раз о том, что у вас или в прошлом с кем-то был какой-то конфликт, который мог касаться и личных отношений, и деловой сферы в том числе. Но я вижу, что и сейчас кто-то из ваших врагов не спокоен, потому что карта активная. За вашей спиной вас может пытаться кто-то в чем-то обойти, подставить, оговорить, оклеветать и, возможно, даже воспользоваться чем-то вашим. Тем более, что мы видели еще в скрытых факторах семерку мечей. Карта может в целом показывать неблагоприятное окружение, и эти люди каким-то образом себя еще проявят, потому что кто-то, как крысы. Обратите внимание, меч повис над крысой, но это может говорить о том, что вы какую-то крысу захотите наказать. Рядышко мы видим тройку монет. То, что касается работы, учебы, здесь должно быть все неплохо, хотя кому-то тоже может рвать глаза то, что вы не стоите на месте в вашей жизни. Есть положительные изменения, вы стремитесь к чему-то большему, люди вас заинтересованы. И то, что касается личного, вы также привлекательны для противоположного пола. А кто-то, видимо, очень не хочет, чтобы вы были счастливы по пятерке мечей. Для тех, кто по-прежнему свободен, конечно, карты могут предполагать и новые знакомства, тем более, что на внешний мир выпала карта короля чаш. Если вы с кем-то встречаетесь, отношения могут развиваться, но в эти отношения кто-то может пытаться вторгнуться. У кого-то может быть совершенно новое, даже спонтанное общение, спонтанные знакомства, где-то в дорогах, где-то на выездах. Этот аркан может показывать ваше желание куда-то поехать. На первый план все-таки выходит работа, но лично жизнь ваша от этого не страдает. Но по раскладу я вижу, что даже если вы сейчас в отношениях, не строите себе каких-то голубых замков, иллюзии есть какие-то, вы, скорее всего, партнера немножечко переоцениваете. Не очаровывайтесь, чтобы потом не разочаровываться. Для тех, кто в паре, может быть, вы даже вместе будете планировать общие дороги, общий отдых, у вас могут быть и общие идеи по поводу заработков, но мне все время идет информация, что кто-то будет пытаться между вами становиться. На завершение этого периода выпала семерка чаш, которая говорит о том, что вам непременно выходные нужно отдохнуть, оставить все проблемы, все сложные задачи, отодвинуть их в сторону. Я пока не вижу того, чтобы у вас был какой-то определенный план того, как вы будете отдыхать на выходные, но ничего негативного я не вижу. В скрытых факторах я вижу четверку монет, четверку жезлов и ту самую семерку мечей. Две четверки говорят о том, что что-то стабилизируется и в доме, и в отношениях, и в финансах, в работе в том числе, и тут же мы видим чью-то озлобленность, какую-то крысу рядышком с вами. Давайте посмотрим на карту дополнительного совета или форс-мажора. На форс-мажор выпала двойка мечей, она может говорить о каком-то неприятном сообщении, о какой-то неприятной информации, касающейся прошлого, или, может быть, какого-то старого конфликта, или какой-то старой болезненной ситуации, снова что-то всплывает, или у вас будет желание кого-то заблокировать, или желание кого-то наказать, или с кем-то не общаться. Но эта карта говорит о том, что у вас из-за какой-то информации действительно может быть немного подавленное настроение, и в какой-то момент даже вообще непонимание того, как лучше действовать, и вы немного отпускаете ситуацию на самотёк, вам нужно подумать о чём-то будет. Посмотрим, сбудется ли ваше желание. На ваш вопрос выпала карта старшего аркана суда. Конечно, вопрос огромной важности, но вопрос сложный. И тут ещё предстоит очень многое сделать для того, чтобы получить желаемое. Да. По суду это уже сложности. Высшие силы вмешиваются, и всё под контролем высших сил. Показано, что вам понадобится чья-то помощь. Одному или одной вам не справится. И, возможно, вам понадобится помощь ни одного человека в том вопросе, который вы задали. Если вопрос касался судов, то ваши противники достаточно сильны. Они вам не будут ни в чём уступать. Вас могут пытаться давить информацией, или вам могут даже выдвигать какие-то угрозы. Я вижу, что будет мужчина, который вам в чём-то может помогать. Это может быть адвокат, это может быть какой-то хороший знакомый, друг, человек, с которым вы советуетесь по поводу болезненного для вас вопроса. Не обязательно, что это судебный вопрос. Это может быть любой спорный процесс. Вообще показано, что ваш вопрос в споре сейчас. И нельзя расслабляться. Нужно что-то делать здесь и сейчас, если вы хотите иметь положительный ответ для себя. Предстоит борьба. Помехи будут. Помехи будут со стороны конкретных людей. И давайте возьмём также несколько дополнительных карт из Иракула. Будьте готовы сейчас к любой информации, потому что Иракул может жить своей жизнью, может выдать что-то то, о чём вы вообще не думаете или не вспоминаете. Уныние, карта печали вашей собственной. Есть человек, которому вас очень влечёт. Но это может быть. Во-первых, для кого-то это любовная тема. Тут ярко прослеживается. Для кого-то тут партнёрство. Важное партнёрство, но это как начало чего-то нового. И для вас это может быть важно, интересно. По поводу этого у вас с кем-то может быть общение. И ещё одна карта вызова. Вы кому-то бросаете вызов или кто-то будет бросать вызов вам. И обратите внимание на вот эту карту. Карта попы. Да, в прямом смысле слова. В моей практике эта карта проигралась реально таким образом. Когда люди, на которых делали ставки, возлагались надежды, люди, которым было проявлено доверие, проявили себя самым негативным, гнусным образом, потому что произошло предательство. И карта проигралась как то, что показали по факту попу. И вот карта вызова, предшествующая этой карте, может тоже говорить о многом. Конфликт, конфликт интересов, стычка интересов. У вас еще с кем-то предстоит. И карты вот это все ярко тоже демонстрировали. Вам есть о чем подумать, есть о чем поразмышлять. Благодарю вас за то, что со мной. Благодарю за просмотры. Подписывайтесь на мой канал все те, кто еще не подписан. Я не прощаюсь с вами. Я вас всех жду на следующей неделе. Всем до свидания. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова